можно поставить на 35 сантиметров готовы продать ее за 20000 рублей сейчас он стоит больше сотки ну что поехали приобретали вот такой вот восторез husqvarna 2014 году когда как раз был небольшой кризис с 13 на 14 год курс валют резко подскочил успели купить магазине husqvarna восторез 327 p5x рабочие у него высота 32 метра максимальная раскладной вот поработали им всего два года деревьев много более 100 деревьев нужно было опиливать вот поработали всего два года это так время от времени по той простой причине что карбюратор то ли карбюратор в этом восторезе вот вот в таком вот вертикальном положении восторез начинает глохнуть вот не стал него лазить смотреть сервис отвозить так вот наклоняешь его горизонтально он работает отлично так вот вертикально он начинает со временем блок терять обороты опиливали постепенно на нем ветки вот данном случае на данной лиственнице и вот уже даже со стулом высоты на вытянутых руках уже не хватает вот пользуясь случаем кому интересна эта модель готова продать ее за 20000 рублей сейчас она стоит больше сотки скорее всего может быть новая модель появилась вот о себе замену взяли вот такой вот восторез от компании холс форма стоит он конечно дороже чем у скварна но их у скварна мы покупали давно курс был низкий цена была достаточно низкая рабочая высота у него почти на полтора метра выше и сейчас мы попробуем достать до более высоких веток с которыми восторезку скварна не смог справиться чем интересен двигатель на этом восторезе что двигатель собран из якобы японских комплектующих от старой компании азинок амацию особенность всех японских моторов что они запускаются с первого раза без исключения вот сейчас мы это проверим обойди с другой стороны здесь вот есть праймер подкачиваем топливо перекачать невозможно есть воздушная заслонка вниз открыто наверх закрыто и вот чем нравится мне японские двигатели что ты запускаешь и не ну он не глохнет как например штиль у нас была техника запустила на заглохла опять запустил заглохла потом соответственно нужно долго греть на открытой заслонке закрывать есть все гораздо проще кнопки старт нету есть только стоп ну и по идее он должен запуститься сейчас вот он запустился пока он запустился я успел воздушную заслонку открыть ждем секунд 30 мотор прогреется и можно уже идти работать да кстати особенность карбюратора в этом восторезе что вот он стоит практически вертикально и двигатель работает ровно и еще такой момент несмотря на то что диаметр штанги здесь больше а диаметр штанги в кускварне меньше и разница высота резок почти метр разница в весе никакой возможно даже может чуть пускварно потяжелее потому что она сейчас без топлива а холст формы сейчас уже с топливом технику безопасности конечно нужно соблюдать вот желательно шлем перчатки но мы тут не собираемся 100 деревьев опиливать поэтому так для наглядности очки против солнца да тут подошел инженер по технике безопасности чего ну что поехали а и а а а а а а а что хотелось бы добавить что режущее полотно здесь стандартная при восьмых 1.3 на 12 дюймов можно поставить на 35 сантиметров и также есть версия это этого востореза с поворотной режущей головкой не забываем что можно стать счастливым обладателем бушный husqvarne 327 при 5x всего лишь за 20000 рублей утверждение что он не убитый может смотреть шины на нем оригинально даже буквы не стерлись и цепочку не меня поэтому отработал не так много но он нам теперь уже не нужен потому что у нас есть более легкий более длинный более удобный восторез компании холсформа 226 б про хотим обратить сразу внимание что компания холсформа есть две версии продукта есть продукт серии про есть продукт серии скажем так не про разница в цене может достигать до 50 процентов но в продукте серии про используются более качественные комплектующие при сборке обязательно во всей продукции серии про в частности высоторез либо триммеры используются японские карбюраторы вальбра более качественные фильтра ну и все комплектующие более качественные поэтому разница в цене может на один и тот же продукт серии про и не про иметь разницу до 50 процентов двигатель высотореза идет с трехточной антивибрационной системой отдельно от штанги поэтому все вибрации гасится уже здесь можете обратить внимание штанга стоит на месте двигатель имеет вращение в двух плоскостях стоят резиновые амортизаторы также внутри штанги находится вал телескопический не тросовое соединение этот вал имеет спиралевидную форму на нем виде спирали идет нарезка и на этой спирали как у штиля вот в отличие скажем так от штиля то есть спирали она повторяет штилевскую спираль в высоторезах вот вот в этой части и вот в этой части здесь установлены муфты вот которые при превышении нагрузки либо если цепь у вас заклинит либо вы попытаетесь его выдернуть вот либо нагрузка будет такая что цепь заклинила оператор будет дальше сжать на газ то эта муфта она просто по валу по резьбе вала скажем так пройдет вот и при этом у вас сцепление раз соединить вы будете жать на газ а вращение вас никакого происходить не будет для этого нужно будет вот эту часть разобрать муфту поставить на место и можно дальше смело работать муфта имеет кстати фиксатор